доброго времени суток уважаемые подписчики так съемочки по изготовлению кровати вот я вам вчера показывал вот это я сделал и занялся значит вот этой панельной кровати такая будет штука вот уже вчера моя задача была запоролонить детали вот они 30 . поролон все детальки запоролонены и несколько штук я попробую чтобы отработать технологию технология значит заключается в чем чтобы не было волн по на такой длине очень сложно прибить ну я пользуюсь таким методом методом точности точность заключается в чем вот я карандашом провожу линию по контуру и ткань рассчитана так что вот она за края выходит по 3 сантиметра по 3 сантиметра и пробиваю по этой черте поролон значит сбоку заминается на полукруглая часть становится и все и велюшек таким способом мы избегаем провожу вот так вот не отмеряю значит линейкой просто руку поставил на сантиметр и ведешь по краю вот линия есть можно провести еще раз чтобы она была виднее ну и так видно начинаю с боков сверху это вверх широкая часть там вот видно на кровати это верхушка будет ворс почему-то не знаю ну начальник так сказал ворс сделали вверх то есть так вверх видишь гладко вниз шершаво мне кажется наоборот ну и так значит делаю я сначала верхушку углы затягиваю здесь все подрезается чтобы практически было как можно меньше здесь шишек все различных и утолщений потому что панели друг другу соединяются понимаете да что их там сколько 11 22 детали можно бежать если по миллиметру везде ошибаться 22 миллиметра это два сантиметра то есть может не собраться кровать верхушку потом сильно сильно вытягиваем ткань вниз вот она швея краева вровень видите насколько вытянул больше двух метров полотно она тянется вот я насколько вытянут и теперь вот по линии которую я чертил ну невероятная точность там не нужно ну все равно я ориентируюсь относительно ее чтобы как можно было меньше все различных заломов заминов вот такая штучка получается поедет она в разборе то есть все детальки отдельно потому что большой размер и возможно не войдет в проходы в двери собранного виде хотя лучше бы конечно собрать здесь сажаются деревянные сканты на двухкомпонентный клей ну и соответственно монтажным клеем по всей поверхности тоже будут приклеиваться так работаем дальше все время забываем так что вертикально надо снимать и и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну и все. Очередная деталька готова. Вот так вот она пробита... Забита, прибита... Здесь хвостик вот так завернут. Все, здесь будет закрываться, здесь будет закрываться, ничего не будет видно. И сюда наш кантики ее... Одеваем, сажаем. Наш кантики... Наш кантики... Поправить в одну сторону... То уже... На дому у клиента... Так сказать... Товарный вид придать... Изделию... Так... Так... 5... 7... А их... 22... Ой... Нудная работа, конечно... Но... За два дня... Реально сделать такую кровать... Вот... И... По сумме, я думаю... Десяточку надо просить... Все... Продолжаем... Вот о чем я говорил... Ребята... Значит... Сейчас я вот здесь... Отмечу... Сантиметр... Сантиметр... О... А швию попросил... Кладешь вот эту... Деталь... И от нее... На линейку... Три сантиметра... Вот... На линейку... Ткань надо было отрезать... Вот такой длиной... Чтобы она... Я ее дотянул до этого сантиметра... И... Получились все детали... Одинаковые... По пышности... Ну... Швея... Захерачила... Зла не хватает... Больше слог нет... Вот так... И угол... Скос... Не... Не... Девяносто градусов... А... Вот такой... Острый угол... Вот она... Здесь настолько ошиблась... Ну... Это просто... Беспредел... И выкроено... Вот здесь... Велюшка такая... То есть... Неровно отрезана... вот настолько больше на три на четыре сантиметра по всей длине то есть если бы я натянул по своей отметке то есть мне теперь ее ткань или обрезать надо или же отмечать два сантиметра что гораздо сложнее это надо брать рулетку линейку и так далее заморачиваться легче обрезать ткань поэтому всегда надо проверять за швеями вчера вот эти первые детали краева сама хозяйка фабрики возможно вот эту деталь надо будет переделывать потому что она по пышности по пышности пышнее чем эти детали и вот этот острый угол поролона он прям издалека виден то вот особенно вверху он уже получился не полукруглый этот лепесток квадратный пока оставим что скажет и сочи подтянем ответственность просто внимательность и ответственность никакого секрета здесь нет пробить скобой из пневмо пистолета который 8 атмосфер забивает до 16 миллиметров скобу вот в любую поверхность я имею ввиду на деревянной деревянной основы внимательность и ответственность 22 козыря в обивке мебели вот и все вот придется теперь сколько она накроила мне вчера ольга накроила 68 детали из 22 из 25 еще три полосочки вот этих рамка наружная 16 деталями просто-напросто перекраивать так ну давайте посмотрим что у нас получается столько деталей я сделал время обед сейчас немножко кофе тайм и продолжим зачем производится сборка вы понимаете да вот сейчас я психу контрольная сборка то есть ну во первых какие-то мысли приходят в процессе работы на будущее вдруг если попадется это один шанс там на миллион что точно такая же кровать будет когда-то но все же принцип один и тот же и контрольная сборочка проверяешь за швеей вот два изделия два изделия два косяка все детальки я перекрою обратно здесь вот забрала сейчас чехол перешивает оказывается говорит что никто и не сказал что надо прибавлять ну ладно это дело десятое главное что у нас спориться дело осталось два четыре шесть восемь девять деталек девять деталек время около двух дня думаю дай бог закончу сорги у меня готовы самое главное вот эти штуки потому что они уже запилены по каркасу на 45 градусов без учета толщины ткани так что возможно их надо будет подгонять что мы есть хорошо столяр у нас может быть и опытные но все равно все не прочитаешь так продолжим так уважаемые друзья вот что у меня получается больше половины сделал так эту кроватку тоже швея свой косячок исправил все оттягивается все замечательно нудно капец вижу такая красота быть кроватка если кто не понял это спинка кровати то есть вот так она будет стоять то есть вот это где-то мне по грудь спинка подсолнечное сплетение так скажем это наверное даже вот с этот белый шкаф такая высота ольга вот швея вырезала верхнюю планку верхнюю деталь вот планка рамки верхушку вот она я ее положил вот кусочек лежит справа налево ворс а тут слева направо как по идее должен быть ну я смотрю вроде она так не отливает ничего решение давайте примем обиваем так вот эту верхнюю деталь в принципе вот осталось это планка вот эту штучку она мне сейчас вырежет ну и царгу вот эту обить и все царги основные готовы чехол готов сейчас я собираю в принципе кровать готова ну и вот уважаемые подписчики кроватка готова проверяем чтобы нигде ничего не торчало чехольчик все я в этот раз нормально пошел все одевается всем спасибо